Старые, но и строить новые парки. Среди них как крупные проекты, например, зарядье и парк будущего на ВДНК, так и менее масштабные. Об этом пишут ведомости. Московские власти не знают, откуда появились баннеры «Моя улица» с ошибками. Об этом заявила пресс-секретарь Департамента капитального ремонта города Москвы Татьяна Блинова. Ранее в сообществе «Автомобилисты Москвы» появились фотографии баннеров программы «Моя улица» с ошибками в тексте «Краснопресненская набережная» и площадью метро «Добрынинская». Изображения вызвали бурное обсуждение пользователей соцсетей. Прокуратура проверяет информацию о разгерметизации на борту самолета «Анталия-Москва». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. СМИ сообщали, что на борту лайнера авиакомпании «Аройл Флайт» 17 августа произошла разгерметизация. Боинг вернулся в турецкий аэропорт. В Якутии 29 августа объявили днем траура в связи с событиями на руднике «Мир». На всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Траурные мероприятия также состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге. Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьеры произошло затопление шахты. Судьба восьми горняков осталась неизвестной. Поисково-спасательная операция продолжалась три недели, но прошла безрезультатно. Ространснадзор проводит расследование инцидента судном «Илья Муромец». Об этом говорится в сообщении ведомства. 26 августа примерно в 23.10 пассажирский теплоход, следовавший рейсом «Москва-Казань» со 130 пассажирами на борту, сел на мель на 338-м километре реки «Волги». Далее курсы. Валют. Доллар 59.16, евро 69.70. Фил Кружков. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на «Спорт.ФМ». По данным порталу Яндекс.Пробки, ситуация к этому часу в столице оценивается в 5 баллов. На кольцах не так уж хорошо. Мягко говоря, садовая внутренняя 8, внешняя 9, бульварная внешняя 8, трешка и туда, и обратно 7 баллов. Также сложно проехать в эти минуты по МКАД внутренняя сторона от 99-го километра до Рязанского шоссе и на самом Ново-Рязанском шоссе. Чтобы добиться топ-результата, нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на «Спорт.ФМ». Итоги спортивного дня. Топ-спорт. С Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Топ-события. Топ-спортсмены. Топ-результаты. Высший уровень. Слушай «Топ.Спорт» с Алексеем Золиным и Артемом Дроздовым. Только на «Спорт.ФМ». Каждый будний день с 20 часов. Прямой эфир на «Спорт.ФМ». Мы продолжаем. Ольга Окс, Илья Громов в студии. И наши гости из компании «Аймол». Технический директор ОО «Аймол Лубриканс» официального представительства «Аймол» в России СНГ Илья Пельмегов. И инженер команды «Аймол Рейсинг» Димит Иванюков. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Компания «Аймол» официальный спонсор «Дрифт Сирии» российской. Правильно? Официальный спонсор. Так называют. Такое сотрудничество. Официальный спонсор «Дрифт Сирии». Будем говорить о масле и о дрифте. Вот сейчас перед этим эфиром у нас Оля вводит машину каждый день два раза. Ну, учитывая то, что Оля только сегодня вернулась из отпуска и три недели водила только себя по берегу. Я спросил Олю, на что у тебя, Оленька, за масло? На что Оленька повела себя как настоящая женщина и сказала, понятия не имею. Какое налили. На таком еже, сказала Оля. Что в сервисе залили, то я и залила. Мы этот вопрос не обсуждали, я доверилась профессионалу. Вы, Илья, прокомментировали такое поведение гражданки ОКС в сервисе. Это общепринятое, наверное, поведение уже сейчас на рынке смазочных материалов. Потому что люди уже не хотят глубоко разбираться в деталях применения своих смазочных материалов. Потому что их видов сейчас стало, ну, несколько десятков. И это надо быть реально профессионалом, чтобы в них разобраться. Поэтому проще дать на откуп какому-то человеку, в данном случае это техническому специалисту в автосервисе, который подберет грамотно за вас тот либо иной сорт смазочного материала. Слушайте, а как часто нужно менять масло? Потому что, ну, честно признаюсь, у меня маленький пробег у автомобиля, я мало езжу. Но при этом последний раз я его менял, вот сейчас будет, ссыдно мне будет, несколько лет назад, года, наверное, два или три. Это все, это капец? Это все, да. Масло, конечно, нужно менять чаще. И это зависит-таки от пробега, то есть сколько ты километров накатал, как, например, делают там общее обслуживание, там, 10-15 тысяч, ты проехал, обязательно нужно сходить, независимо от того, прошел год или нет. Нужно двумя критериями пользоваться. Во-первых, это по пробегу, и, вторых, по сроку. Обычно автопроизводители выставляют срок, это один год, либо 15 тысяч километров, ну, плюс-минус там 5 тысяч километров в зависимости от производителя. Если человек за год проезжает 2 тысячи километров, а не 15, как часто надо видеть? Есть ли смысл? Значит, раз в год. Раз в год, значит, да. Потому что в любом случае продукты извне, то есть, опять же, тот же самый конденсат, он попадает в моторное масло, он негативно влияет его потом на качество, и скорость его старения гораздо больше увеличивается, чем при ежедневной эксплуатации, во-первых. Ну, и, во-вторых, продукты коррозии внутри двигателя, если не использовать машину постоянно, появляется коррозия внутри детали. И когда масло будет потом эти следы коррозии смывать, это все попадет обратно в масло и будет вызывать механические повреждения детали продукты коррозии. Видишь, какой грустный сегодня у меня день выдался, да? Мало того, что на улице зима наступила, так еще и вот новости такие. Вы партнеры российской дрифт-серии. Как раз сейчас у нас в студии инженер команды iMall Racing. Димит, такой вопрос, а то масло, и не только же масло, наверное, от компании iMall, которое вы используете в гонках, это то же самое, которое обычные водители себе покупают? На самом деле есть несколько линеек про iMall, в том числе и для спорта. Если вы увидите на канистре надпись «спорт», то значит, это подходит и для спорта. В связи с экологическими требованиями, которые вводят и в Евросоюз, есть линейка масел, которая подходит для автомобилей уже для городского использования. А, то есть нельзя использовать спортивные на обычных дорогах или наоборот? Просто не нужно. Не нужно? Просто там включены такие присадки и компоненты, которые в автоспорте не нужны. Ну, например, катализатор беречь в гоночном автомобиле никому в голову не придет. Ну да, сейчас немножко прокомментирую. Сейчас основные тенденции веяния в автомобиле строения – это наличие устройств дополнительных, которые улучшают экологический выхлоп. Соответственно, отсюда Евро-5 требований, Евро-6 и так далее. То есть это устанавливают либо сажевый фильтр на дизельный двигатель, либо обычно катализатор. Ну и, собственно, моторное масло также подбирается, исходя из того, чтобы они не навредили этим устройствам – либо катализатору, либо сажевым фильтру. Так вот, спортивные масла, они чаще всего разработаны для тех систем, где этих сажевых фильтров либо катализаторов нет вообще. И тогда они при заливке уже в более современные автомобили, Евро-5, Евро-6, где эти системы стоят, они могут даже навредить. Это с точки зрения присадок. И с точки зрения еще есть вязкости особенностей, потому что спортивные масла, они более густые, чем общегражданские. И системе будет гораздо сложнее ее прокачать. И отсюда, может быть, даже масляное голодание возникнет. Но вот то, что вы говорите, эти тонкости человек сам может все знать? Или это только те, кто работает у вас в компании? Ну, с точки зрения масел, конечно, нет. Гражданские люди не знают об этом. А с точки зрения наличия тех либо иных систем в автомобиле, да, это общедоступно. В любой инструкции по эксплуатации вы найдете характеристики автомобиля, есть ли там этой системы, либо нет. Ну, и также обычно в конце в инструкции по эксплуатации вы всегда найдете рекомендованные типы смазочных материалов. Демид, у меня вопрос. А насколько зависит результат в гонке и вообще поведение машины, и, может быть, ее безопасность от продукции, которую используете, бывает такое, что поменяли, допустим, новую разработку какую-то сделали, и все пошло по-другому? Да, конечно. Но масло и смазочные материалы все сделано для того, в команде и в управлении, при принятии решения о выборе того или иного смазочного материала, все сделано для того, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться раз и навсегда. Грубо говоря, отказов техники по причине смазочных материалов в любом компоненте, коробка, двигатель, привода, редуктора, не должно быть. Этот вопрос один раз закрывается для себя, и все. То есть никаких больше вопросов к этому возвращаться не должно. По причине техники могут быть отказы, износ, усталость металла, но только не по причине масла. А почему в вашей компании выбрала именно гонки дрифта, а не, допустим, обычные кольцевые гонки? Ну, мне кажется, что, во-первых, здесь два компонента. Мне кажется, с точки зрения шоу, это наиболее эффектный вид автомобильного спорта, потому что мы много лет участвовали в кольцевых автогонках. Такого количества болельщиков все-таки не набралось при всей любви людей к автоспорту. Он развивается. Здесь там локомотив может существовать Формула-1, которая у нас очень популярна. Но, тем не менее, от дрифта здесь болельщик ближе. Ему все понятно. Там в кольцевых гонках автомобили уехали за поворот, выехали по-другому. Что было, непонятно. Почему наказали этого, почему наказали этого, ничего не ясно. Все остается. Зритель немного отделен, получается, от самой кухни. Здесь же все на твоих глазах. Ты стоишь, видишь... То есть более компактная площадка. Да. И плюс, мне кажется, это самый эффектный и дорогой, наверное, способ преодолевать повороты с дымом. Ну... А вопрос такой. А вы сами дрифтуете на дорогах Российской Федерации, например, зимой? По своему желанию. По своему желанию. Не та ситуация, когда вы ехали и пошли в занос. А вот действительно, куда-то вы езжаете на площадку, но вот она не специально, не предназначенная для этого. Ну, лично я нет, потому что я использую либо полноприводный, либо переднеприводный автомобиль. Они к этому делу не очень склонны. Ну, людей, которые этим занимаются, тем более в Москве, когда выпадает снег, первые вот эти дни, когда службу не успевают все убрать, то я думаю, для дрифтеров... А такое бывает очень часто? За всю дню. Для дрифтеров это сказочные дни. У меня вопрос относительно разработок. Откуда вы берете разработки, Илья, в масле? На вас работают ученые? Или вообще сейчас современные? Куда они направлены? Что они? Химические разработки, биологические? Откуда они берутся в связи с исследованием? Все сейчас производители смазочных материалов, они идут таким общепринятым путем. Есть производители базовых масел, есть производители присадок и есть компании, которые занимаются так называемым блендингом, то есть смешением этих базовых компонентов и присадок. Собственно, мы относимся как раз к компании блендинговой. У нас нет собственного производства базовых масел, собственных присадок. Мы берем правильные компоненты в правильном соотношении и производим смешивая масло своими силами. Так вот, сейчас все основные направления, все веяния в производстве масел как раз приходят большей частью, наверное, все-таки от присадочников. Этих компаний, их там небольшое количество, всего лишь четыре по миру, но они постоянно ведут усовершенствование присадок и мы как следствие, получается, используем те разработки, которые их инженеры уже на данный момент разработали. Мы, по сути дела, воплощаем все их теоретические моменты и инновации, которые они используют при разработке присадок непосредственно в своей продукции. Задавай уже свой вопрос. Я просто хотела напомнить, что если у вас, я сейчас обращаюсь к слушателям, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы не стесняетесь. У нас есть Viber WhatsApp, куда вы можете вопрос свой задать, а мы, соответственно, озвучим. Viber WhatsApp, 925-22-22-93-2, смс-портал 5533, в начале «Спорт через пробел текст». Вот мы говорим о таксистах, сегодня у нас была тема, связанная с такси в эфире, а для таксистов у вас отдельная какая-то продукция? Они ведь ездят по огромному, огромное количество километров в день, проезжают в месяц, в год. Для таксистов у нас, скажем так, отдельной линейки нету, но есть универсальный такой продукт классом вязкости 5.40, это наиболее такой широко распространенный класс вязкости, то есть он подходит, наверное, процентов 80 автомобилей, которые ездят по общегражданским трассам, по дорогам общего пользования. И этот продукт, в чем его интерес как раз именно для таксистов, он обладает очень повышенным запасом щелочного числа, то есть его можно менять значительно реже, чем смазочный материал у наших конкурентов. Собственно, это как раз очень актуально для таксистов, потому что пробеги у них большие, и желание увеличить интервал замены у них, конечно, есть. Еще вопрос. Сейчас август, значит, зима в Москве близко очень обычно. Сейчас уже просто, судя по погоде, лето и зима. Есть ли отличия между летним и зимним периодом для масла? Ну, с точки зрения масел, все это уже ушло далеко в прошлое. Если лет, наверное, 20 назад еще были зимние сорта масел, летние сорта масел, и все владельцы автомобилей, у них была прям фикс идея, значит, весной залить летнее масло, а осенью залить зимнее масло. То есть сейчас уже все это ушло в прошлое, сейчас появились гораздо более современные технологии, которые позволяют делать масло всесезонным. То есть оно не будет слишком густым зимой и не слишком маловязким, как вода летом. То есть даже если мы говорим о каком-то регионе, где за 40 уходит температура в зимний период, то есть понятно, что в Москве... Назови этот регион. Ну, не знаю, там сибирские регионы есть разные. Кемеровская область. Например. Нет, есть специальные универсальные масла, они начинаются с нулевок, 0V, например, 0V30, 0V40, которые можно использовать круглогодично даже в таких регионах с очень экстремальным перепадом температур. Ну и для понимания, в тех регионах, где температура реально опускается там ниже минус 30 градусов постоянно, там обычно двигатель в принципе не глушат. То есть там автомобиль с включенным зажиганием находится даже ночью. Не, ну, можно поставить на автопрогрев, чтобы каждые 3 часа он сам заводился и... На автопрогрев, да. То есть масло, оно само по себе до таких температур навряд ли уже опустится. То есть, соответственно, не будет все... Напомню, у нас в гостях технический директор АМО «Лубрикант» с официального представительства АМО в России СНГ Илья Пельмегов и инженер команды АМО «Лубрикант» Демид Иванюков, официальный партнер российской дрифт-серии. Демид, у меня вопрос, а машина для дрифта чем отличается от обычной машины? Ну, во-первых, это заднеприводный автомобиль с немножко другой передней подвеской для того, чтобы автомобиль легче уходил в занос. Как правило, это турбированный, высокофорсированный двигатель, потому что именно переизбыток мощности на задней оси дает срыв его и последующий управляемый занос. Вот. Движение на таком автомобиле по городу, я думаю, довольствие мало кому доставит. Однако на трассе... Некомфортно? Некомфортно, да. А те автомобили, допустим, мощные, хорошие автомобили, управляемые задним приводом, которые на дорогах, они хуже для дрифта? Обычные автомобили, люди на них есть, говорят, у меня классный автомобиль, я могу вообще, у меня есть друг, который зимой спокойно вот так. Причем никогда не ошибается, хорошо входит во все повороты. Как ему сказать, что этого нельзя делать? Надо приехать на РДС, да, и попробовать. И там все понятно будет, почему, в чем разница. А на РДС может приехать любой человек? Любой желающий? Нет, я просто для сравнения. Ну, то есть попробовать по этой же трассе проехать так же вы можете. А можно, да? Когда не будет проходить РДС, есть же древни на всех стационарных трассах в России. Вы можете попробовать. Просто сколько резин вам с собой надо будет брать, надо сразу подумать. А сколько уходит за день соревнований, раз уж вы об этом заговорили? Это даже я не знаю, в зависимости от темперамента гонщика. Ну, стопки колес достигают, ну, в два человеческих роста. В одной машину могут достигать, то есть... Ничего себе. Неплохо там дрифтует. А где, в каких городах проходит? Вот через месяц будет выставочный кубок чемпионов. Это выставочное соревнование в Сочи в российской дрифт-серии. Это уже не финальное. Это будет, так сказать, вне зачета чемпионата проходить, когда все уже смогут расслабиться и не считать очки, и кто где там окажется. Это будет просто шоу для зрителей и для гонщиков самих, что позволит им расслабиться и показать на все, что они способны. Сюрпризом для них будет судейство. Приедут очень известные звезды мировые по дрифту и будут оценивать их выступление. Вот, ну, болельщикам должно понравиться, потому что это будет шоу. Я знаю, что есть виды спортов, о которых мы говорим редко, но которые собирают стадионы. Вы сказали, много людей приходит на дрифт-серию. Для российского автоспорта это, поверьте, очень много. А сколько там? 10 тысяч человек? Сколько приходит на этап? Можно говорить о том, что 10 тысяч приходит. Это для российского автоспорта, это гигантская цифра. А где самые популярные, где в России наиболее популярны дрифт-серии? Я думаю, Сочи, Москово-Рысои, да, наверное? Наверное, да. Да, они самые, да. Акционарные хорошие трассы, как ни странно. А в Рязани очень много. Но тут сложно говорить. В общем, ждем. Чем доступнее трасса, с точки зрения логистики, добраться, удобствовать, тем больше шансов получить больше зрителей. Люди идут с удовольствием. К нам пришел вопрос человека машины с турбиной, спрашивает про масло. Какое мне нужно масло? Это, наверное, к вам, Илья, больше вопрос. Да, смотрите, ну, нужно отталкиваться в любом случае от марки автомобиля, года выпуска, количество лошадиных сил. Поэтому проще, наверное, отправить к нам запрос в техническую службу. Можно взять на сайте контакт и написать. Мы обязательно ответим. И подберем под именно ваш автомобиль непосредственно моторное масло. Ну, то есть вы на почту или по телефону отправляются данные с вами машины, и им приходит ответ? Да, у нас на сайте есть форма обратного отзыва, где вы пишете, указываете машину, к нам приходит электронное письмо, и мы также вам отвечаем и подбираем. Ну, опять же, спрашивают, может быть, уточнить, хотя средний пробег все-таки какой должен быть, до того, как масло менять, пример какого-нибудь масла? Ну, в Москве я бы не советовал менять реже, чем через 10 тысяч километров, потому что условия эксплуатации у нас такие, что это постоянные пробки, это повышенные нагрузки именно с точки зрения на двигатель, такой рваный стиль езды, это вот как бег по пересеченной местности получается для человека. То есть когда ты бежишь по прямой, в принципе, все нормально. Когда у тебя начинается вверх-вниз, вверх-вниз, это постоянная нагрузка на сердце, и много так не пробежишь. То же самое и в автомобиле. Если у вас стиль, скажем, вождения и условия эксплуатации таковы, что вы ездите на длительные расстояния каждый день с одной примерно той же скоростью, без стояния в пробах, то здесь спокойно там 15-20 тысяч километров масло может выдержать. Но как только вы начинаете менять стиль езды в пробках постоянно, либо ускоряться быстро, либо тормозить, то здесь скорость окисления масла гораздо сильнее увеличивается, и тогда нужно менять его, это масло реже. И еще один вопрос в ЦАП есть. Если переходит человек на ваше масло, на аймол с другого, что ему нужно сделать и нужно ли использовать что-то перед тем, как менять именно производителя? Есть мнение просто у него, что присадки могут какую-то реакцию вступить друг с другом, испортят двигатель? Это так? Ну, если это масла таких именитых марок, то у них обычно пакеты присадок между собой совместимы. И проблем при переходе с одной марки на другой, конечно, не возникнет. Другое дело, когда мы говорим про либо поддельные масла, либо про малоизвестные масла, где неизвестно, что там применяется внутри, то, конечно, в этом случае лучше сделать промывку. Также промывка, она всегда необходима, если вдруг есть какие-то подозрения на отложение в двигателе. Ну, допустим, купили автомобиль, не знаете, сколько там реальный пробег, вам председательный владелец говорил, что он менял, допустим, 10 тысяч километров назад. Но по факту вы проверить это навряд ли сможете, либо будет это очень сложно. И в этом случае лучше двигатель промыть, потому что те моющие компоненты, которые находятся в продуктах аймол, они обладают очень высокими моющими свойствами. Если в двигателе были отложения, то эти моющие присадки в нашей продукции, они могут просто этих отмыть, эти отложения, и забить потом внутренние масляные каналы и фильтры, что станет еще хуже для двигателя. Вопрос сейчас как раз к Зимиду, про кольцевые гонки. Команда участвует в кольцевых гонках и как? Сейчас вот в данный момент нет. Но последние с 2005 года по 2013 год мы участвовали каждый год, не в одном классе. Мы практически поездили во всех классах российского кольца. здесь было, наверное, несколько задач, когда мы начинали этот проект. Можно было прийти с предложением наклеить наклейку, и все бы были рады. Но мы посчитали, что именно участие с командой, непосредственно бренда, своей команды, даст тот эффект, который нужен. Все люди, которые нас знают, вокруг впадоке, везде, все знают, что мы используем только свои продукты. Таких вопросов нет у нас никогда. Я только знаю, это лучшая реакция и гарантия того, что когда человек придет, например, он использует что-то другое, но у него в данный момент нет такого продукта. Он прибежит и скажет, дайте мне. Потому что он будет знать, что если мы пользуемся, значит, это можно доверять. Чем он связан? Обязательствами какими-то? Это не важно в данный момент. Ему надо выехать. Поэтому мы всегда идем навстречу, помогаем всем. У нас еще полминуты осталось. Но такой народный вопрос, примите. Если масло быстро чернеет, значит, оно хорошо работает. Так это или не так? Да, совершенно верно. Если масло темное, то оно хорошо, значит, работает. Это значит, что в нем содержатся моющие присадки, которые хорошо отмывают двигатель и поддерживают двигатель в чистоте. То есть нонсенс вроде бы. Масло темное, но двигатель чистый. Вот это золотое правило в моторных маслах. Спасибо большое. Мы поговорили с техническим директором ООО «Аймол Лубрикант», официального представителя «Аймол» в России СНГ Ильей Пельмеговым, инженером команды «Аймол Рейсинг» Демидом Иванюковым. На этом 100% жизни заканчивается. Всем до завтра. Спасибо вам. До завтра. Спасибо. До свидания. Спонсор программы ООО «Аймол Лубрикант». Только улыбки и только спорт сегодня. Последний понедельник – лето. С вами Дмитрий Дерунец. Сегодня сборная России по футболу заедет в Новогорск. Экспериментальному составу, собранному Станиславом Черчесовым, предстоит недельный сбор и контрольный матч против московского «Динамо» в воскресенье. В понедельник пять вечера – начало первого тренировочного занятия на поле «Динамовской базы». В понедельник день хороший для поклонников хоккея. Матчей много, есть за чем последить в континентальной хоккейной лиге. Классная обещает получиться игра в Новосибирске между Сибирью и Нижегородским «Торпедо». Московский «Спартак» продолжает гостевой турне в Омске. Борис против «Северстали». Салават Юлаев принимает амбициозный «Кунь-Лунь». Рижские «Динамовцы» в «Ханты-Мансийске». Акбарс сыграет с «Амуром». Сочи с «Адмиралом». Мужская сборная России по волейболу продолжает выступление на чемпионате Европы в Польше. Сегодня заключительная игра группового этапа. Наш соперник – команда Испании, которой 10 лет назад проигрывали в финале аналогичного турнира в Москве. Также в нашей группе «Словения» сыграет с Болгарией. Три дня осталось соревноваться студентам на Всемирной универсиаде в китайском Тайпее. Сегодня будет разыгран 21 комплект наград. Больше всего 10 в легкой атлетике. Также с удовольствием поболеем за представительниц России в художественной гимнастике. Чемпионат мира под зюдо открывается в Будапеште.